здравствуйте дорогие друзья это ответы на вопросы для библейского портала экзегет и я священник антираут сегодня мы с вами постараемся поговорить на достаточно сложную тему можно ли предать молчанием именно такой вопрос приходит к нам с вами в студию давайте попробуем с ним разобраться и так вы знаете наверняка пословицу что молчанием предается бог она достаточно известна и спорить с ней с точки зрения церковного предания наверное не следует действительно молчание можно предать человека бога можно предать свои религиозные взгляды достаточно привести несколько примеров во первых это понтий пилат казалось бы нет он не молчал но посмотрите он имея власть осудить христа и власть имея его отпустить умывает руки отдает его народу он знает что христос предан по зависти по крайней мере евангелисты матфей об этом пишет но в то же время как только он слышит лозунг который возникает у партии фарисеев что если ты его отпустишь ты не друг кесарю пилат прекрасно понимает что это поставит приведет ему очень большие неприятности и проблемы с императором он понимает что на его земной карьере в этот момент будет поставлен крест и он умывает руки и он отдает христа на распятие более того почему-то в какой-то момент читая евангельский текст и видя как пилат ставит надписание над крестом и иисус христо иисус на заре и царь иудейский на еврейском греческом и римском языке мне в тот момент показалось следующее он решил и дальше идти тем же самым курсом то есть его хотели осудить в том что он потворствует человеку называющему себя царем иудейским и для того чтобы этого это пресечь он показывает на при позорной казни человека и говорит вот ваш царь вот царь иудейский я его распял у меня не было никакой к нему дружбы или хороших отношений возможно ли что эта табличка была не некой данью уважения христу а как раз таки неким еще большим еще большим позором там для иудеев и для тех кто окружал крест или ходил мимо этого креста может быть мы не можем с вами сегодня влезть в голову пилата но мы видим его человеком достаточно малодушным господь не будет требовать от нас или ждать от нас каких-то экстраординарных действий он не будет требовать от нас того чего требует от людей имеющих большую или просто иную ответственность но находясь на определенном месте находясь в определенной ситуации мы должны использовать все возможные способы для того чтобы быть предельно честными для того чтобы не возникало конфликта со своей личной совестью приведу вам небольшой пример дело в том что некоторые люди пытаются отмежеваться от того же самого христианства особенно это ярко выражалось в советский период или в период мученичества церковь со снисхождением относилась к тем людям которые не могли открыто исповедовать веру христову но на прямой ответ о вере во христа конечно давать нужно было прямой ответ на прямой вопрос должен был быть прямой ответ и в советский период очень многих людей заставляли например промолчать как свидетелей или наоборот а осудить человека сказать что он вел какую-нибудь контрреволюционную деятельность для того чтобы было все хорошо на работе или для того чтобы тебя лично не коснулись никакие репрессии и люди шли на это к сожалению нельзя их осуждать потому что никто из нас не был на их месте но декламировать то что это плохо и это не может быть неким некой добродетелью мы с вами обязаны иначе наша с вами нравственность будет уползать все дальше и дальше молчанием предается бог поэтому молчанием к сожалению можно предать храни вас господь от этого состояния и от этих мучений нравственного порядка внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео